всем привет привет всем вы на канале free family или прямо ли с вами и мы продолжаем серию наших выпусков о соленых озерах которые расположены в алтайском крае и сегодня мы приехали гуси летово а знаете почему она так называется ну-ка расскажи потому что гуси летово находится по пути следования перелетных птиц ну скорее всего гусей и на этих озерах они останавливались и летели дальше поэтому и гуси лет а то есть летят летят устали сели поели кстати здесь правда очень много озер таких мелких мелких кругом и прям своеобразно такая природа красиво вот кто здесь побывает или кто был это заметил и поэтому здесь наверное гуси правда нашли что-то очень интересное здесь и они летят и не только гуси утки здесь очень много птиц ну вот гуси летово находится в 17 километрах от романова это романовский район и примерно 200 220 километров от барнаула в этой серии мы покажем само озеро мы покажем где здесь добывают грязь где здесь окупывается после грязи тут тут есть и соленое озеро и пресное озеро через дорогу где снимут где снимать домики почем здесь жилье в общем все окрестности и природу потому что здесь рядом лес здесь много и грибов здесь и рыбачит здесь вообще просто здорово здоровское место это гуси летово и вот по моему кто-то приехал да несмотря на то что сегодня будний день и уже практически конец сезона люди все приезжают отдыхают они ждут когда за ними приедут так давай меньше разговоров не будем снимать себя любимых она продолжим продолжим показывать вам это замечательное место а вот а вот и сами вывески а сдачи жилья в аренду то есть еще не подъехали гуси лета он практически подъехали а уже вон сколько сдаем комнаты сдаем квартиры сдаем дома она доехать узнавать поехали так еще хотелось бы отметить что от самого населенного пункта гуси летово сюда где-то два примерно два километра и здесь сделали дорогу вот прямо как вы видите супер магистраль вообще подъездная дорога к самому комплексу к оздоровительному центру гуси летовские плес и вот поэтому здесь ему не везде озера так вот облагорожены как бы ну в принципе малиновая там тоже есть такая дорожка подъездная но здесь эту дорогу сделали не так давно поэтому она вообще здесь суперская здесь и паркуются машины вот здесь вдоль дороги потому что стоянка на территории салют берега соленого озера примерно 150 рублей что ли стоит сутки поэтому паркуются многие здесь и поэтому достигают найти когда здесь сезон прям такой в разгаре ну да вот идут идут вдоль всей дороги машины машины кругом и платные стоянки тоже все забиты потому здесь очень много народу приезжает все хотят побывать на этом диковинном месте так и еще этот комплекс называется лечебно-оздоровительная зона озеро мормышанское здесь существуют свои правила то есть на входе на эту на территорию каждый должен с этим ознакомиться и наверное зафиксировать для себя одну из главных правил что отсюда нельзя брать грязь потому что будет штраф 3000 рублей вот так вот грязь здесь не трогаем протяженность соленого озера два на три километра максимальная глубина полтора метра и что самое интересное в этом озере пласт соли но тоже есть как в малиновом и этот пласт соли может достигать два метра толщину да или как это сказать ну вот так вот два метра и пару лет назад это озеро она высыхала и воды в нем практически не было я постараюсь найти фотографии показать вот такие здесь веселые черные человечки ходят кстати куда мы идем там их намного больше идем главной пристани этой зоны отдыха сейчас вы увидите людей с нетрадиционным цветом кожи да что-то не хочу процедуру купания здесь особо не отличается от других соленых озер все также заходят мажется грязью 3 они тут уже уже падают вот так вот и вылечила свой ботинок ты вылечила свой ботинок и так а я продолжу желательно мазать наверное все таки проблемные места и находиться в таком состоянии не больше двадцати минут потому что не знаю чем больше мы изучаем эти соленые озера и лечебной грязи тем больше нахожу фактов таких что они очень иногда пагубно влияют на состояние здоровья даже где-то вычитал что женщина что-то болело были какие-то проблемы и и смазали всю замотали в пленку еще и она лежала что-то на солнце очень долго и вы в итоге очень неприятный исход получился как бы вот так вот детям вообще минут десять нужно быть измазаны ну в основном их купают чтобы залечились какие-то ранки но в грязи детей я бы все-таки не рекомендовал вот еще на этом озере очень удобно что грязь можно добывать прям с берега не обязательно заходить в воду по колено ну допустим как на малиновом озере здесь конечно уже ее по вытаскивать здесь песок а если отойти справа влево то там ее можно набирать прям с берега тут все равно уже видно что грязь присутствует дочь ты будешь грязью мазать не хочешь почему он с мамой уже залезли в грязь где мама он видишь замаралась сандаль так ну пойдемте наверно осматривать территорию хочу вас ознакомить с еще одним правилом на этом на этой территории здесь отдыхающим так как пресное озеро находится вот буквально вот через дорогу 150 150 метров до уточняет лена я пойду ботинок мыть а то вдруг меня не пустят я и хотел про это сейчас сказать мы то есть человек который обмазался грязью он обязательно должен помыться в душе и только потом переходить в пресное озеро вот нас сейчас не пустят потому что у лены грязный башмак и все и она пошла мыть свою ногу ну как у вас здесь вода холодная и душ посмотрим вот такой вот ну там рядом лошадка как я вам и говорил через дорогу вот здесь соленое озеро переходим через дорогу по пешеходному переходу вот здесь и идем в сторону пресного озера вот здесь уже тоже облагороженный берег участок с домиками сразу с кафешками там с беседками и дорога идет в сторону пресного озера сейчас мы туда идем и хотим вам тоже все показать и так что остаемся на канале подписываемся в это же время ставим пальчики вверх ну или вниз если вам не нравится информация наша ну вот мы пришли к пресному озеру оно здесь находится основная база вот именно бусилетовские плесы база расположена вдоль берега а озеро горькое расположено вдоль ленточного гора огромное по ту сторону озера там находится детский летний лагерь кстати кстати мы реально гуси лет вы слышите гуси орут вон они пойдем потом их посмотрим так а сейчас проходя мимо кассы здесь на входе мы ознакомились с такой информацией что палаточный городок здесь как бы когда люди приезжают стоимость 400 рублей сутки с одним парковочным местом одного автомобиля до и с палаткой вместимостью до пяти человек стоит 400 рублей сутки так а если с одним паркового парковочным местом и более пяти человек по палатке то 100 рублей с каждого человека получается за сутки вот про домики сейчас мы узнаем и тоже расскажем сейчас мы пойдем посмотрим само озеро и ознакомимся ознакомим вас с территорией которая здесь находится да что здесь на территории находится вот сейчас мы кстати проходим мимо музея гуся он славится своими что там находится поделки из гуся картины всякие из гуся то есть недаром же это все называется гуси летова для вип-клиентов существует вип виповская улица вы случайно не на виповскую улицу идете девушка или не подскажете а не подскажете как мне пройти на виповскую улицу глянь тут все прям по виповски даже он . виповая стоит так идем в сторону озера в принципе сезон то подходит концу да и все равно людей люди здесь едут сюда здесь по выходным намного живее здесь проходят дискотеки всякие конкурсы какие-то проходят в общем здесь мне кажется стало уже традицией проводить день вареника так как здесь были переселенцы с украины вот в самом этом гуси летова ну это с каких-то там времен в общем все зародилось и сейчас они возобновили этот праздник день вареника здесь они лепят вареники бегают люди в форме вареников такие костюм проводятся кип-конкурсы на лепку вареников потом лепят а какой-то огромный вареник идут дегустации вареников в общем все что связано с варениками здесь как бы происходит гуляние что-то костры там в общем что я вчера успел еще узнать ну и дискотека естественно здесь то есть это можно загуглить как праздники здесь проходят можно посмотреть как здесь было здорово я вот посмотрел были не жаль что мы сюда не прибыли в этот день был дождь нас погода подвела так а здесь прям уже смотри такие палаточные городки кругом удобно все есть кустики да и ты как бы палатку поставил и в галебет какой-то да смотри сушат белье прям как в нормальной такой деревне вот тут песочек на берегу но совсем его немножко видимо привезли чуть-чуть а может быть он здесь и был я точно не знаю и все остальное заросло травой из развлечений здесь можно покататься на катамаранах водном мотоцикле на плюшках а в воде стоят ворота для того чтобы отдыхающие могли поиграть в футбол водное поло а так как сезон подходит концу то вот что творится на входе в воду но мы не купаемся потому что на самом деле где-то неделю было холодно пасмурно шли дожди и вода холодная поэтому воду мы не лезем но отдыхающих это не пугает они вон купаются и дети и взрослые мы не такие рисковые вот тут есть такая маленькая горка для детей было бы тепло полинка бы с радостью на не покаталась ну а для взрослых есть вот такая горка сейчас посмотрим на нее поближе а А еще мы нашли здесь детскую площадку, да, доча, с кучей Качели, карусели, здесь для игры в мяч, а сейчас я пойду узнаю, здесь есть, догоняй быстрее Здесь есть платная детская площадка, то есть, видимо, присматривают за детками Я сейчас пойду узнаю там цены, ну, вот, в общем, вот такая вот детская площадка 20 минут 100 рублей И вот такая карусель Рюзикой помашем? Конечно, некогда Здесь какая-то интересная смотровая площадка Кстати, здесь еще, наверное, забыл вам сказать, здесь есть лежаки Улица Центральная, это называется, вот такие вот домики-скворечники стоят Нужно будет узнать сейчас, сколько они стоят И вот там еще, может быть, кто-то видит, еще одни домики стоят Знаете, что я читала вот на сайте официальном Гусилетовских Плес Что в связи с тем, что домиков здесь не так много, бронировать их нужно заранее Потому что можно приехать в разгар сезона и оказаться, ну, без жилья Ну, хотя очень много вариантов аренды есть в самой деревне Гусилетова Ну и палатку еще можно взять с собой Точно Ты не забывай про самый эконом вариант Здесь, наверное, проходит дискотека, здесь сидит, наверное, диджей Здесь просто я по земле смотрю, что втоптанная прям поляна Здесь, наверное, тусит народ Вот здесь это пив-бар, ну, кафешка какая-то Вон там сейчас пусто вечером Ну, скорее всего, по выходным здесь проходят дискотеки Кстати, вот здесь недалеко от входа, входа-выхода, получается Здесь есть сувенирные лавочки То есть вы можете приобрести здесь какой-нибудь магнитик, сувенир, там, мед Видеокамера Видеокамера? Да У кого? Ну, бывает, и с головой плохо С головой-то хорошо, а без головы плохо Да И она не трясется? Ну, как? Стараешься не трясти И вот так вот люди относятся к блогерам Кто снимает на камеру, говорят, что с головой плохо Можно нас фотографировать Ну, а мы купили сока после спальни Девенадцать пять рублей Вот магазин Тут кафе, тут пив-бар Гуселетовское подворье Мини-зоопарк домашний, да? Я думаю, чтобы оправдать полностью свое название, здесь должны присутствовать живые гуси Поэтому вот они Хоть и не дикие, но они есть Гуси-гуси-гуси-гуси Гуси-гуси Гуси-гуси-гуси Ладно, ладно, раскричались Козочки Прибежал от тебя козочка Бе! Бе! Вот так вот Мама Это мама, а это ребеночек маленький Ай, плюсик Парносик Мюшки потрогали, а вот рожки Торник Торник А бычка потрогаешь? Да О, ты лежал Хрюша, смотри Хрюша, смотри Ой, какой Хрюша О, а вон их там больше Хрюша Хрюша Покормить его надо Вот Ну и напоследок хочу сказать, что вход Бесплатный, только единственное На входе стоит копилка, куда Все могут сделать пожертвования Кто сколько может и хочет Ну и на берегу У лесного озера Мурмышанское тоже есть бани Вот, как я понимаю их две Бани один и баня два На сайте мы читали, что 500 рублей один час Стоимость бани Также здесь есть фитобочка И массаж Фитобочка 400 рублей Фитобочка 400 рублей Сколько там минут 15 И массажи от 400 до 1200 Ну вот Подведем итог Ну что мы хотим сказать, да Магазинчики есть на территории И соленого, на берегу соленого озера И на берегу крестного озера Но ассортимент такой скудненький И цены, на мой взгляд, немного завышены Поэтому затариваться лучше Я думаю, как и везде Ну да В зонах отдыха Поэтому затариваться Лучше все-таки в Романово Там ездили Или вообще с собой С собой везти Из магазинов Из города Что еще? Что еще? Ну здесь нам очень понравилось Потому что отдых Не испорчен какой-то цивилизацией Да, он такой дикий Но в то же время Со всеми удобствами необходимыми Везде есть туалеты Бани, души Мусорок очень много Даже домики есть Все благоустроенные На Виповской улице Или Виповской Как правильно В общем Всех ждем в нашем Алтайском крае В Гусилетовских Плесах Я думаю, вы не пожалеете Люди, которым Приветствуют такой отдых Со здоровлением И отдыхом На таких прекрасных местах Поэтому ждем вас За информацией можете обращаться к нам Просто мы можем подсказать Как допустим куда-то проехать Где лучше доехать В общем Ну какую-то информацию Можете спрашивать в комментариях Также, если понравилось видео Обязательно оцените его Пальцами вверх Ну или там уже зависит от вашего Вашей оценки Так Подведем Ну и наверное на этом мы и закончим Да Нам очень понравилось И этим летом нам не получилось здесь отдохнуть несколько дней Но мы следующим летом обязательно здесь остановимся Поживем может быть дня три-четыре Обязательно Сейчас уже как бы конец лета Отдыхающих полно все равно И с каждым годом количество их увеличивается Место становится еще более популярным Здесь планируется куча всяких построек еще сделать Да и мы читали, что здесь планируется открыть зимнюю лыжную базу Потому что зимой здесь тоже очень красиво Бор Ну это мне кажется из-за того, что наш климат Он не позволяет круглогодично заниматься вот таким вот именно Вот летним Летним, да Поэтому зимний тоже нужно развивать Мне кажется это здоровское предложение Как бы у них Их идея очень прикольная Поэтому будем ждать зимних здесь развлечений И будем сюда приезжать даже зимой И ждем вас Наверное скажем всем всего доброго Не переключайтесь Скоро будет обзор Завьялова И всего доброго Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok